Приветствую вас. Во-первых, по симптомам вы описываете страх публичных выступлений и, возможно, панические атаки. Ну, это не точно, конечно, вот, потому что это нужно ещё уточнить, вот, но пока вот, судя по тому, что вы пишете, да, можно предположить, что это вот, значит, с одной стороны, как раз, страх паническая атака возникает, когда вы пытаетесь, ну, когда вы его сопротивляете. А, с другой стороны, это вот именно страх публичных выступлений, то есть ощущение, что, ну, страшно, когда люди на вас, там, допустим, смотрят, да. Много людей на вас смотрят, это страшно. Вот, значит, смотрите, ну, во-первых, если вы действительно боитесь публичных выступлений, то, конечно, нужно разбираться, откуда это пришло. Вот, первое. Второе. Любой страх произвекает из потребностей, из желания. И ваше желание, я так понимаю, заключается в том, что через публичное выступление вы пытаетесь получить получить одобрение, внимание к себе. Какой-то, может, стапус вы хотите получить. Вот. Вот. Ам... Ам... То есть, не... эм... само публичное выступление, как таковое, оно выступает, что ли, средство. для... достижения вами... эм... ваших... ваших... целей. Услов... условно говоря. Вот. Вот. Это вам... вам хочется... хорошо выступить. Потому что... ну, к примеру, вы... хотели бы, чтобы вас ценили, любили, уважали, и так далее. Вот. И... соответственно... из-за этого и получается такой момент, что вы боитесь. то есть... мотивацию... мотивацию... ээ... выступить... успешно. Эээ... нужно... разгрузить. То есть, нужно именно перестать... хотеть... выступить обязательно успешно. Нужно... эээ... стремиться к тому, чтобы... выступить... эээ... с основной целью... передачи... информации... которую... которую вы... проговариваете. Вот. Вот это важно... важно сделать. А не... то, что вы... вот... говорите, что... я хочу... я боюсь выступать там, и так далее. То есть... эээ... первое, что нужно сделать, это... сосредоточиться на... эээ... предмете... да... и... кроме него... кроме предмета выступления... эээ... больше, наверное... ну, не обращать внимание вообще ни на что. Ни на... ни на кого и ни на что. Вот. Это... такой момент. Такой момент. Такой момент. Далее. Далее. Очень важно... как вы... эээ... ну... ведете себя... при... выступлении... эээ... публичном выступлении. То есть... что вы делаете... эээ... как и у вас... эээ... движение... например. вот... и так далее. Для того, чтобы... эээ... рассмотреть... эээ... этот аспект... я вам... настоятельно рекомендую... эээ... перед верхом... вам... перед верхом... эээ... нужно... представить... себя... в этой... ситуации... вот... когда... вы выступаете... и... эээ... значит... поработать над своим образом. Над тем, как... вы выглядите... вы... вы выглядите. Над тем, как... вас... ну... вас... эээ... люди... видят... допустим... как они вас воспринимают... и так далее. Это очень важный момент. Эээ... то же самое... можно... в принципе... проделать... и... эээ... речью... так вот... ну... с речью... в том смысле... что... посмотреть... как... вы... разговариваете... вот... что вы... соответственно... делаете... вот... и так далее. То есть... эээ... это очень... важный момент... для... ну... для вас... на мой взгляд... по крайней... по крайней мере... вот... ээ... вот... в принципе... то, что я могу вам... сказать... сказать... то есть... эээ... публику... вот... дальше... эээ... необходимо отследить... необходимо отследить... то... эээ... 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 какого момента... У вас начинается страх, то есть происходит, когда вы выступаете перед одним человеком, или перед двумя людьми, или что-то еще. Очень важно отследить, когда начинается страх, и в этом смысле вам необходимо адаптироваться. Ну вот, к новому, к новой реальности. Так что это тоже следует делать постепенно. Такой момент, да, нужно научиться, нужно тренироваться, вот, нужно что-то делать. Вот. Ну и что-то делать. И, эээ, ответное, что хочу сказать, это идея. О том, да, что вы должны выступить обязательно хорошо. Вот. Кстати. Что-то мне кажется, необходимо просто, вот, работать в когнитивном аспекте, чтобы себя четко понимать. что я хочу, что на самом деле я хочу, на что я могу рассчитывать, ну и так далее. Вот. 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 В принципе. В принципе. Такая история. Такой момент. Вот. Вот. И чувства. Чувства. Необходимо реализовывать ваши по прежности, необходимо реализовывать ваши желания. Вот. Другим путем, ни в коем случае не через публичное выступление. Вот, в принципе, такой, в принципе, такой момент. В таких направлениях вам надо двигаться. Ну, а там всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.